Привет, с вами снова Владимир, и я решил снять этот небольшой ролик про то, как сэкономить на инструменте начинающим мастеру. Если вы опытная, большая бригада, комплексная, для различных инструментов надо выделить где-то от 300 до 500 тысяч на приобретение, если вы хотите покупать Митабо, Макита, ну тем более Хилти или Деволт. Но не у всех есть такие деньги. Если, конечно, шуруповертом вы пользуетесь часто, его есть смысл привести в собственность. Небольшие дрели, небольшие шлифовочные углошлифовальные машины или болгарки. Но для того, чтобы делать комплексный ремонт, а тем более строительство домов, вам понадобится масса инструмента, как вот в этом помещении небольшом. Даже в нашем небольшом городе, как Таганрог, существует прокат электроинструмента. Что имеет смысл брать в прокате? Ну, например, если вы устанавливаете дверь, и вам надо зарезать под установленный угол обналичку или какие-то панели, нужна вот такая вот, станок такой, для зарезания под разными углами. Если вы шлифуете деревянные полы, вам нужна шлифовальная машина. Её стоимость несколько десятков тысяч рублей, и иметь её ради того, чтобы пошлифовать полы стоимостью 20-30 рублей за квадрат, стоит шлифовка. Нет смысла приобретать. Если вы готовите плиты фундаментные, или укладываете плитку, вам понадобится плита, также стоящая где-то 50-70 тысяч рублей, а работа стоит ею, то есть трамбовка квадратного метра, не более чем 50 рублей. Поэтому легче её взять в прокате, стоит она в районе 1000 рублей за сутки. 1000 рублей это 1,7 стоимости, полтора процента. Плюс владелец проката за 350 рублей привезёт вам в любую точку города. Это для тех, кто говорит, не хочу с прокатом терять время. Или шлёп нога для точечной трамбовки фундаментов. Или промышленный вибратор вот такой мощи. Не переносной маленький, а огромный промышленный. Всё это имеет смысл брать в прокате. Также отбойные молотки, перфораторы мощные. Стоимость такого молотка в районе 50 тысяч рублей, а прокат его стоит 700 рублей. А добрый хозяин Славик может дать вам от 20 суток по 500 рублей. То есть 20 суток вы будете пользоваться профессиональным молотком, вы всё сломаете. При том, что работа молотком в одни сутки стоит в районе 2000 рублей. То есть вы берёте просто 2 суток, отрабатываете молоток, а остальные 8 суток он приносит прибыль. Бетономешалки. Большие, мощные, тяжёлые. Не китайцы, а мощные, тяжёлые бетономешалки, которые не ломаются, а работают без отдыха. Также нет смысла в неё кладывать 30-40 тысяч рублей или 15-20 за бэушную. Плюс вы не заморачиваетесь на обслуживании инструмента. Вы не заморачиваетесь на том, что он сломается. Если вы пользуетесь инструментом нормально, не ломали его об колено и нет на нём следов повреждений, то благословно отнесутся к поломке инструмента. Более того, заменят его на работающий инструмент. Или тепловая пушка, например. Зачем вам покупать тепловую пушку стоимостью 7-10 тысяч рублей, когда вы её взяли в прокат? За, не помню, рублей 400. И спокойно работать в тепле. Также в прокате можно брать длинные алюминиевые лестницы, стойки опалубки, леса и прочее, прочее, прочее. А генераторы, если вы работаете в неприспособленных условиях, вам понадобятся генераторы. Разные, разные, разные. Стоимость генератора от 27 тысяч рублей нормального, от 3-5 и более киловатт. А в прокате он стоит в районе, не помню, в районе 500-700 рублей. Плюс вам даже не заморачиваться надо бензином. Вам дадут тут и бензин с разведённым маслом, если это необходимо для генератора. Или, если вам понадобится бензо-электропила довольно большого масштаба, маленькую пилку можно иметь. А большую, ещё и фирменную, которая стоит 20 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. Зачем её иметь? Если мне надо подрезать стропилины, я даже беру иногда на 1 час. Плачу за час 150 рублей и подрезаю стропилины по месту, заранее установленные. Ну, так я могу рассказывать бесконечно, даже бензокосы есть. Ну, есть тут, конечно, и мелкий инструмент, как-то всякие различные лобзики, дрели, тепловые фены, сварка для труб. Ну, большого резона в них нет, так как их цена относительно велика. Велика цена аренды относительно цены инструмента. К чему я это веду? Купите себе на 20 тысяч инструмента ручного, самого необходимого. Весь остальной инструмент можно брать в прокате. Вот зашёл посетитель, прямо во время съёмки, реалити, вы видите, да? Вот, снимайте меня. Что вас интересует? Скажите, вот мне надо доски обостелить на полы, да? Пуганок мне нужен, чтобы их под это огромное. Большой? Наверное, большой. Какие там перепады? Славик, заключай кино. Продолжение следует...